Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить небольшой хоррор под названием Seven Mysteries. Я давненько уже хотел отдохнуть от больших лоснящихся блокбастеров и даже просто от хорроров, в котором мы привыкли, и поиграть во что-то нестандартное. И в данном случае мы играем в игру с очень смешной графикой, но, насколько я знаю, очень страшную, потому что про неё мне писали очень многие, и лички в последние дни сообщений 30 только на эту тему. Так что мне стало интересно, что же это такое. Давайте, надевайте наушники, будем надеяться, это будет круто. Новая игра. Новая. Вы когда-нибудь слышали о школе на севере, которая проклята? Там странные и необъяснимые события происходили. Из-за всего этого студенты были переполнены страхом. Каждый день находили новое тело в этой школе. И самая последняя жертва... Это был фрешман. Это, видимо, фрешман. Глава первая. Тринадцать ступенек. Эта история основана на... Я не понял, чего бы не успел прочитать. К тому времени... Это, видимо, я... С фонариком. Ночь в школе? Окей. Ми? Что ты так долго? Ты не знаешь, сколько я тут ждала? Или ждал... Ждала скорее. Санка. Извини. Мне нужно было взять этот фонарик. Ты знаешь, работать каждый день в ночном патроле... Временами меня это вымораживает. О, и опять... Извинения капуши. Давай будем быстрыми в этот раз. Я не хочу, чтобы все было как в прошлый раз. Хорошо? Я пойду без тебя. Тот, кто помедленнее умрет, ты же знаешь... Это цитаты из фильмов ужасов. Промолчи. Ой, графика такая просто, я не знаю... Ми-ми-ми. Умиление. Какая ты грубиянка. Я тебя слышу. В следующий раз подожди, пока я иду, прежде чем что-то обо мне плохое говорить. Ага. Хорошо, мы в школе. Что тут происходит? Ладно, пойдем на патруль. Окей, темновато здесь. Темненькая игрушка. Стол на столе сохранения. Я уже успел минуты две посмотреть, чтобы понять вообще, как тут управлять всем. Слышный сейф. Так. Здесь что-то лежит. Здесь нам нужно будет взять ключ. Начало я маленько прошел. Повторюсь. Хорошо. Школа ночью. Что может быть страшнее? Только... Я не знаю. Больница ночью. Класс 10А. Дверь не поддается. Что? Спустя небольшой промежуток времени, после того, как он начал двигаться, начал мигать свет. На половину он поверил в это, на половину нет. Он не знал, действительно ли лампочки мигают, или это просто была его паранойя. Потому что в этой темной и мрачной школе было очень страшно. Что же такое? Что тут происходит? Какого черта я взялся за эту работу? Надо было бы и дальше быть, я не знаю, бездельником, безработным. Хорошо, а то довольно светло. Класс 10С. Не открывается. Трещина в стене. Метла. О, отлично. В этот момент у фонарика закончились батарейки. Твою мать! Сразу после этого он услышал звук. Разбившегося стекла. Мысли бы закрались в его мозг. Должно быть, это розыгрыш от этой дреной девчонки. Или, может быть, новое что-то. Поэтому он решил пойти в класс 10С. И наказать того, кто над ним устроил этот розыгрыш. 10С. Это же это у нас, по-моему. Мне нужен ключ, чтобы открыть его. Так, а нам нужно вернуться назад, к месту сохранения. Потому что там лежал ключ. Сохраняемся. И берем ключ вот здесь. Все, дальше я не играл. Дальше будет слепое прохождение. Хорошо, давайте возвращаться. Вы когда-нибудь были в темном ночном помещении? Я вам могу сказать, что это реально жутко. У меня таких моментов было ни один, ни два, и даже не сто. Постоянно приходилось в свое время. Еще по молодости. Бывать в темных помещениях. Я сразу скажу, я не был ночным охранником. Просто довелось. Это реально жутко. Какой длинный коридор у этого класса. Как они там живут в своей... Азии. Что на столе? Нашли батарейку? Слава богу. Слава богу, здесь батарейки. Я спасен. Подожди секунду. Дверь была закрыта. Значит, это не Ми, подшутил он до мной. Когда он понял, что это такое, он не смог перебороть свой страх. Он был испуган, волновался и не знал, что делать. Минутой позже он вспомнил, что привело его сюда. Звук разбившегося стекла. Звук приближался, приближался и приближался. Давайте посмотрим, что же это такое. Что? Камень? Подожди секунду. Что-то и есть за окном. Я должен сейчас же найти Ми. Я не знаю, то ли это было потому, что он был в ужасе или из-за чего-то еще. Но он бежал, словно за ним гнались все гончие ада. Как будто что-то очень серьезное собиралось произойти. Бежим, бежим. Уходим нафиг отсюда. На самом деле, это довольно жутко. И... Раздался крик. Кроме того, это был какой-то непонятный, громкий, ужасный звук. Крик заставил застыть кровь его в жилах. Но по какой-то причине он продолжал идти во тьму. Даже он знал, даже несмотря на то, что он знал, что страх завладел его душой. Ми? Ми, это ты? Что происходит? Долбану мать! Твою бать! Долбанные мыши напугали меня. Пора эту школу отремонтировать. Какого черта тут происходит? Какого черта я еще не бегу отсюда? В страхе. Здесь какие-то бумаги. Похожи на алфавит. Почему оно здесь? А, Б, С, Д, Е. Это очень странно. Лестница. Я помню, когда я впервые пришел в эту школу, он и я играли в считалки на этих ступеньках. Но теперь его здесь уже нет. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. Десятая. Одиннадцатая. Двенадцатая. Дринадцатая. И тогда странная и необъяснимая начало происходить. Но это была не самая ужасная вещь. Когда... Когда они построили эту ступеньку? Не может быть. Он проигнорировал это. Продолжал искать своего друга. Но его ждало худшее. Сразу после того, как он переступил тринадцатую ступень... Есть кто? Ми? Свет вернулся. Ох, какое облегчение. Я думаю, это какие-то проблемы в генераторной комнате. Ми, должно быть, пошла домой. Я должен тоже идти домой. Пока не наступила полночь. Мини! Оу! Хе-хе-хе-хе. Жутенько. Господи! Как он был? Ага. Ау. Никто не знал наверняка, что произошло дальше. Но я думаю, он закончил... Он умер тоже. Странно. Твоя история очень похожа на мою. Эта история о той музыкальной комнате школы. Я не знаю, я не уверен насчет начала истории. Потому что каждый рассказывает начало по-разному. Но смерть этой девушки... Все дрожат, когда говорят об этом. К этому времени она ходила одна по коридорам школы. Глава вторая. Комната музыки. Окей. В этом определенно что-то есть. Ох, какой же он недотепа. Мы играем за ним? Да. Хорошо. Первым делом я бы хотел сохраниться. Окей. Когда она прошла мимо музыкальной комнаты, пианино внезапно начало играть. Она знала, что что-то не так, но... Вроде бы все выглядело довольно обычно. Мертвая тишина покрывала всю комнату. Она взяла себя в руки и направилась к двери. Но дверь была закрыта. Спустя всего несколько секунд все снова вернулось к мертвой тишине. Музыкальная комната очень шумна и полна жизни. Днем, но ночью здесь действительно тихо. Какого хрена? Секундой позже комната превратилась в кровавую баню. Девушка запаниковала. Это началось. Я должна найти его и уйти отсюда раз и на себя. Откройте дверь. Она пыталась вырваться, но все было напрасно. Сразу после этого... Она закричала очень громко. Она пыталась позвать кого-нибудь, но становилась лишь темно. Секунды спустя она подумала о том, что же заставило ее прийти сюда, во тьму. Она подошла к пиано... К пиано... К пианино. Вся трясясь от страха. Я не хочу подходить к этому пению. Да здесь ничего нет. А, смотри, сзади кто-то стоит. Она почувствовала себя абсолютно безнадежно. Она вернулась к двери и попыталась снова надеяться, что все в порядке. Тихо. А? Что за книга? Чей-то дневник? Здесь веревочная лестница у стены. Почему я не видел ее раньше? Может, это выход? Вот здесь так темно. Мне нужен какой-то светильник. Хорошо, и мы взяли с собой... Что это у нас такое? Я не знаю, но судя по всему, это свечка. Пойдем посмотрим, что у нас там. Я ничего не вижу. Там кто-то есть. Я не хочу туда идти. Ты! Почему ты здесь? Нет. Что ты здесь делаешь наверху? Нет. Эй! Нет! Нет! Ты! Все становилось все более и более странным. Девушка запаниковала. Незнакомец безумно смеялся и пугал ее. Она не могла контролировать себя. И она сошла с ума. Единственная мысль, которая... Постала на своей голове, это бежать. Бежать и бежать. Она надеялась убежать от этого ужасного ночного кошмара. Хе-хе. И она упала в дыру в потолке. И ее увидел тот парень. В конце девочка упала через дыру в потолке. Кто-то говорит, когда когда она чувствовала, кто-то был там. Смотрел, как она умирала. МИ! МИ! Я этого никогда не замечала. До сих пор. Все об этой школе было таким расплывчатым. Мы никогда не знаем, что было настоящим и что нет. Ты права. Но что же насчет незнакомца? Кто был он? Почему он сошел с ума, когда увидел девушку? Я не знаю. Но я уверен, что эта история не самая обычная. Глава третья. Химическая лаборатория. Что не так долго? Нашего героя зовут Лой. У меня знакомый есть у него. Погонял Лой. Так, хорошо. Как долго я должен ждать? Что за письмо здесь на столе? Записка. Ингредиенты нужны для опасной химии. Какого? Это должна быть какая-то мусорная записка от одного из парней. Ну, то есть, ненужная. Какая чепуха? Что это было? Разбившийся сосуд? Но... Как он упал? Ха-ха. Да я должна быть просто паникой у меня праной. Я должен включить свет, я думаю. С этими подсвечниками здесь все выглядит реально очень жутко. Так, а где у нас? А вон включает. Понятно. Хорошо, давайте поспешим. Какого черта? Эта школа действительно отстойная. Я не удивлен, почему отсюда школьники переводятся каждый месяц. Что? Проклятие. Я должен найти пацанов. Быть одному вот так это очень страшно. Но для начала нам нужно выбраться из этой комнаты. Ты напугал меня, ман. Никогда так больше не делай. Слышишь меня? Почему ты такой тихий? Где остальные? Вы нашли, где наш завуч прячет свои деньги. Эй! Да что с тобой не так? У него нож? Получил нож. Нажмите А, чтобы атаковать. Кнопка А, чтобы атаковать. Я не знаю, почему, но у меня не получается атаковать. Ну-ка. Я не могу атаковать этого парня. Парень, что происходит? Может быть, мне нужно нажать кнопку А на клавиатуре. Отлично. Я играю с геймпадом. Так, придется управлять стиком, это будет не очень удобно. Ну-ка. Так, ладно, переключимся на клаву. какого черта происходит. Я должен найти остальных. Если это просто розыгрыш, они зашли слишком далеко. кровь на полу. Кровь на полу. Сохранение. Ну что, давайте на этом заканчивать. Что я могу сказать? Для меня эта игра реально отдушина, и хотя она очень смешно выглядит, она как-то очень неплохо играет на атмосферу, и вот это вот то, что тут проделана работа именно с персонажами, и то, что они рассказывают эту историю, передают ее из уст в уста, и мы постоянно смотрим на события с разных сторон. Это, по-моему, реально круто. Ну и очень круто лично для меня, что я наконец-таки добрался до таких вот маленьких хоррорных игр, потому что руки чесались уже, не соврать, года полтора, но как-то все не получалось. Надеюсь, вам понравилось это мое начинание. Я думаю, это будет интересная история. Меня реально заинтересовало то, что тут происходит. Надеюсь, понравилось и вам. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok